Молодежный форум Алтай. Территория развития подходит к концу, поэтому самое время узнать, чему научились его участники. На примере энергетиков. Интересные стенды представили многие компании, в том числе СГК. Помимо экскурсий по машине аварийно-восстановительных работ, любой желающий мог попробовать на себе страховку, которую используют при ремонте на высоте. Это средство защиты втягивающего типа. Оно предотвращает падение человека, можно и так. То есть если человек, не дай бог, срывается, то кремень безопасности человек остается. То есть падение минимальное. Все желающие больше погрузиться в мир энергетики, в соседней палатке могли отгадать несколько ребусов за полезные сувениры от СГК. У меня осталась в стороне и наша съемочная группа. И вот первая попытка решить ребус. А автомат. Атом? Атом. Правильно. Спасибо. А что это такое? Это пятнашки. Также здесь просвещали по разным элементам системы управления и устройству электроцепи. К примеру, пояснили, что реле служит для защиты системы от перегруза сети. Мы показываем вообще из чего состоит реле, даем списать схему контактов и также мы показываем, с какими схемами мы работаем и на самих схемах показываем вот эти реле и как они здесь устроены. Схемы у нас довольно громоздкие бывают, но очень интересно это все рассматривать. Ознакомительную программу продолжила лекция о тонкостях работы в генерирующей компании. Энергетики регулярно нуждаются в высококвалифицированных кадрах, поэтому даже открыли новую специальность в колледже Преалт-ГТУ. Это подготовка специалистов по профессии техник-теплотехник по направлению тепловые и электрические станции. Это наш был совместный проект и, к сожалению, в этом году набор только платный для студентов на базе девяти классов. Ребята-школьники, выпускники школ могут поступить, но со следующего года мы планируем сделать квотированные квоты на бюджетные места. Есть и разносторонняя поддержка уже имеющихся кадров, особенно новоиспеченных. Ради этого создан даже отдельный молодежный совет, который придумывает мероприятия и помогает формировать спортивные команды. Есть определенные спортивные мероприятия. Собираемся, участвуем в спортивной команде в различных спартакиадах внутри города, Алтайского края. То есть у нас осенью будет спартакиада энергетиков Алтайского края, где мы примем активное участие. К слову, на АТР молодые энергетики развивали в первую очередь коммуникационные навыки и личностные качества, благодаря которым их рост в профессиональном плане может пойти куда быстрее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова